Я хочу представиться. Я работаю психологом-практиком. Психология уже 15 лет. Я сейчас работаю, на данный момент еще и преподаватель РГУКСИД, Российский государственный университет физической культуры и спорта. И я работаю в сборных командах страны, олимпийского вида спорта. В данном случае это вид специализации фехтования, но вообще в этой области у меня с использованием той аппаратуры, которую мы сейчас хотим вам продемонстрировать. Эта же работа является и моим научным исследованием. Соответственно, я буду изучать ученую степень. Мы с 2004 года нарабатывали свой собственный опыт в сборных. У нас продиагностировало около 360 спортсменов высокой квалификации. Что это такое? Это, как правило, чемпион Европы, чемпион мира и олимпийские чемпионы, призеры. Мы также подготавливали программу коррекции. Что мы предполагали? В данном случае здесь представлена интернет-связь. Наша методика состоит из двух частей. Это из психологической и из программно-аппаратного комплекса. На данный момент данный программно-аппаратный комплекс получил патент в области изобретения психологии. Он запатентованный. И на данный момент аппаратная часть проходит еще различные сертификации, как положено по законам Российской Федерации. То есть сдвиги есть и в науке, и в опыте. И хочется вынести на обсуждение саму демонстрацию. То есть в данный момент здесь у нас представлен аппаратный блок. Это если у нас есть человек, клиент, либо пациент, если в медицинской терминологии говорить, у которого какая-то проблема. Он от нас удален. У него есть какая-то сложность в жизни, которую, может быть, он не может сам даже сформулировать. Он не знает, какой у него барьер и не знает, что бы он хотел в своей жизни улучшить. В данном случае мы начинаем диагностику. То есть наша психологическая часть, скажем, я как психолог, либо как оператор, сижу и наблюдаю за показаниями. Эти показания физиологические. Но, как мы знаем, что наши физиологические показания, они связаны. Здесь есть определенные показания, связанные с болевым физиологическим эффектом. Это может быть либо сильная эмоция, это когда стрелка идет, ну здесь рисунок идет очень резко, она обозначена цветовой вещью, красной зоной. То есть это, как правило, говорит то, о чем человек говорит нам, как подкрепление физиологическое. Скорее всего, это переживается в теле, как ощущение болезненное. То есть мы используем не просто еще свою субъективную точку наблюдения, но еще подкрепляем это прибором. Как мы использовали это в спорте? Данную методику мы использовали для того, чтобы определить, будет способен спортсмен показать наивысший результат на соревнованиях или нет. И мы даем, помимо его собственного представления о том, как он будет побеждать, это мы отдельно с ним беседуем, мы даем ему стимулы, которые будут представлены на соревнованиях. Чем больше болезненных физиологических ощущений мы будем наблюдать и регистрировать на приборе, тем вероятность того, что наш спортсмен из пяти по рейтингу будет ниже. То есть он, скорее всего, это уже проверенный опыт на практике, то есть он не покажет наивысших результатов. И данную же аппаратуру мы используем и в семейной консультации, диагностике и коррекции. То есть модификация у нас, в принципе, данного прибора три вида. Мы еще использовали, вот нас приглашали, если мы говорим о бизнесе, да, данную аппаратуру, нас приглашали участвовать в аттестации персоналов. Это отдел кадра, когда нас просят еще в сфере услуг. Это парикмахерские услуги, гостиничный бизнес. Просят, например, подобрать, также выбрать более лояльных людей к клиенту. И достаточно нам, у нас просто еще опыт есть, нам достаточно несколько вопросов задать человеку разных, для того, чтобы определить, будет данный человек на рецепшене более, ну, как с симпатией относиться к клиентам или нет. Да, и, ну, у нас на данный момент сейчас все больше и больше, чтобы вообще было просто как простой электрод. Вот удобно было, там, пересылать его, там, ну, там, ребята-программисты стараются, как бы, заказ наш такой жизненный, что, ну, неудобно весь, часть прибора пересылать, там, куда-то, если это более отдаленное место. Но пределы Московской области, я думаю, что это решаемая задача. Пока у нас такая задача. По поводу коррекции, я когда закончила психологический факультет, первое, что меня интересовало, что большое многообразие диагностических методик, а что с этими состояниями делать, как их улучшать, ничего не было. Поэтому я лично для себя, как психолога-практика, искала способ, как помогать людям в семейных взаимоотношениях, когда у них проблемы, конфликты в бизнесе, и когда у них проблемы с личным здоровьем. То есть люди говорят, что они плохо себя чувствуют при условии, что все психологические показатели медицинские в норме. То есть вот три вопроса, которые я решала. Я для себя нашла, и поэтому своим опытом мы проверили это в спорте, и я могу уверенно предлагать, как один из способов практикам помощи людям. Продолжение следует... Продолжение следует...